здравствуйте как жизнь молодая вообще отлично откуда из украины не вижу что с украины от город полтава если этого о чем-то говорит конечно говорит и где это в области украины видео где полтава . а вы с каких российских и беней и бене из ростовских с бандитских самого главного и как там на россии хочу у нас тут весело спокойно в поительстве уроды все живут в жопе вообще жизнь удалось конечно но у вас там как обычно между усобицы война ебучая между кем между собой же между собой же у меня между собой нету между собицы ну как же у вас гражданская сидят да у нас гражданская война граждане украины воюют против граждан россии ну почему же россия они же тоже украинцы там много бурят и вот эти шахтеры бурятские ли кто или кадыровцы слушали кадыровцы это тоже граждане или александров ерофеев агеев псковские десантники это все наши граждане а если хорошенько вспомнить что советском союзе все были равны и казахи и украина и русские так нет уже ты застал вообще ссср я 90-х годов 90-х годов что ты-то можешь помнить кто там был равны ну блин и знаешь что вот это отношение в русские к остальным там а чичу чмейки чурки и жиды и она жила из ссср так не ну ты лишь все были равны только почему-то титульная нация была ровнее соответственно ты из ростова с украинским акцентом с вашей ростовской балачкой считаешь наверно себя жутким рюски ну я как бы не не сам с ростова я вообще-то с севера я сахалинец ну тем более сахалин кто осваивал украинцы украинцы осваивала кто твоя бабка и твой дед они разве не украинцы поляки бабка поля хорошо или поляки но никак никак я не пойму как и ты из поляков получился рюски вдруг с крови смешения называется крови смешали с кем смешали поляков чтобы получить русские а в каком так как у нас татарском историю да не в ссср уже не было татаро-монгольского и это ты зря когда пошло бы смешение крови татаро-монгольская ига когда еще на русь православную нападала на машине времени твои родители летали чтоб там их смешали или как я тебя спрашиваю как из поляков послушай как из поляков ты стал русские даже не задумывался никогда над этим на шел шел такой обоя русские не русские 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 глаз узкие дело в том что значит есть пословица если хорошо помыть русские то ты найдешь татарина там или поляка или украинца русские это не национальность если ты не знаешь русские это отношение к определенной территории ну наверное сейчас это к знанию русского языка поэтому русский поля послушайте русский поляк русский татарин и и все остальное это как россиянин чтобы ты понимал это не национальность абсолютно хорошо берем иначе есть такая национальность украинец именно украинец это имя существительное а русский отвечает на вопрос какой чей русский русский раб русский баран это не существует это прилагательное звучит русский язык вот там вот и написано что русский это прилагательное чему-то я просто из всего сказанного просто могу сказать то есть вероятностью что я не за русских не за американцев не за украинцев я сексом по себе живущий молодежь и по сути по этим словам могу понять что прошло точно так вот ты и скажешь когда тебя отправят в какой-нибудь там сирию украину казахстан беларусь воевать с каким-то очередным псевдо фашизмом и когда тебе там отстрелят бошку и отправят домой в ящике вот тогда ты будешь ехать и своей дырявой башкой думать о том почему ты был почему ты жил отдельно государства а дырка теперь у тебя в голове него государства почему у меня сослуживец на украине три года отвоевал и он убил он рассказывал точно не собрать не буду но около десятка афроамериканцев на стране в силу он убил точно мы служили своими глазами видел он не просто своими глазами а через прицел снайперской винтовки я вообще знал что как бы они покуривают покуривают я ношу но не думал что в таких количествах но почему же м м 16 у вас у находили американские сухпои это доказано это тебе прямо с сахалина все видно да про сухпои а почему сахалина у меня вдруг который я прослужил два года хорошо тогда такой вопрос и я так понимаю на твоего друга сейчас возбуждено уголовное дело до на него к сожалению да потому что запрещено в на украине русским людям воевать эта статья ну таки что его осудили разве сейчас он сидит слушай ты сейчас будешь так нескладно что прямо же мне неудобно внутри года дали за что за то что он воевал на стороне донбасса что русским запрещено воевать каких-либо войнах именно быть наемниками людям вешать на в школах эти памятные таблички о чем ты рассказываешь люди гордятся ты тут такую феню рассказываешь люди получают ордена люди получают медали медали за захват крыма а ты что ты несешь сейчас какая у него родственники на украине его его матери сестра сестра там живет она лично была под обстрелом в свою он просто не выдержал и поехал туда защищать свои а в каком населенном пункте она живет под луганском она туда тоже залетали я учился в донецке в россии я украину сам люблю люблю я я когда учился в институте я сам краснодон луганск я ездил там были великолепные рынки там лучше чем в россии были приезжать сцены меньше чем у нас мне ну тогда что мне было русского мира теперь же частью русский мир только нет ни рынка вне заводов тебе твой товарищ не рассказывал как вы вывезли луганский патронный завод например в россию спасли ночью рассказывать по нашему спиздили как наши зеленые красавцы блять его если бы наша бывает в этом воевали бы было бы с украины полностью как с крымом без всяких там стрелек как это ваши воевали то ли что вы товарищ воевала теперь ты же ваши не воевали он воевал по собственной воле но нет лица так подожди оружие танки к эти зоопарк система радиолокационной борьбы булки и все остальное откуда только не надо мне говорить что из военторга в наше время можно хорошо думала хорошо ты знаешь сколько стоит бук система вообще пару миллионов долларов да там да пару там не пару а наверное десяток миллионов скажи откуда молодой республики такие деньги учитывая что вы вывезли все заводы оттуда ну люди разные есть кому это выгодно война это всегда первую очередь деньги то есть ли ты упорно веришь в эту чушь ну как и вы в эту чушь тоже верить а где а где суть его что шахтеры накопали буки у себя в шахтах как они рассказывают вот это верить и даже такое понятие выражение кто победил тот и прав не ну это понятно так а вы так а вы уже победили считал что тут нету слушай так вы же считаю а мы ни с кем него его не воюем вы воюете между собой хорошо так а крым аннексировали как вы оккупировали это как ну крым еще с давних времен с каких давних времен российской федерации сколько лет стране не российская именно советскому союзу а советского союза нет уже давно такой страны что после советского союза что у нас произошло ну развалился советский союз образовалось несколько независимых государств правильно сколько лет подожди независимых государств что есть российская федерация не ну да российская федерация новая страна да правильно а раз это в составе российской федерации новой этой страны был крым когда-нибудь советском союзе был не советского союза нету развалилась империи тоже нету российской нет уже тех стран что-то в них происходило это никого не волнует есть сейчас независимое государство украина есть независимое государство российской федерации поэтому вот эти все ваши там какие-то экскурсы в историю лишь никого не не волнует не понятно что как сейчас уже у вас на украине рассказывать что оказывается бандеровцы это были герои украины оказывается но не знаю мой дед подожди ну что значит конечно герой украины мой дед свое время вот осталось у меня от него такая замечательная куражка и меня мама учила если чек убивает других людей режет это плохой если всех защищает тех кого твой товарищ подожди когда он приехал на суверенное государство украина воевать и убивайте людей он хороший человек нет за другой сейчас это говорим за за это за современность современного бандеровцы они на своей земле воевали на украинской против нквдшников против твоих дедов которые приехали их убивать правильно а мои деды воевали против немецко-фашистских захватчиков подожди откуда мне тогда вот это вот фуражка твоего деда сейчас я тебе его покажу а ты вспомнишь твой же дед ты же помнишь такую армию генерала власова помнишь как твой дед вот такой фуражки там ходил это фуражка вообще-то него это фуражка я посмотри фотографию власова генерала он точно в такой фуражки а если быть точнее было два подразделения немецко-герман германской империи это были фашисты были нацисты фашисты были удивительная история ты не знаешь что фашисты это вообще-то вообще германии не иметь никакого отношения ну как ну так и ну что фашу им вашего откуда это пошло фашизм с какой стороны итальянцы каким боком и так двум подразделениям ты бред несешь абсолютно вы мне про деда так и не рассказал про своего про фуражку его про про флаг ваша к фреши фон армии власова она подожди расскажи мне сколько количество было в армии власова и русской не было власовской у него была краснознаменная но нквдшник все правильно краснознаменной людям стрелял спины выселял украинцев с их земель вот потому вот люди вот таких вот тут вот таких это нормально что не не обмочил сейчас когда видишь и вот люди в таких фуражках они защищали свою землю точно так же как сейчас украинцы защищают свою землю отважившую история что повторяется ты же понимаешь история не повторяется тут уже совсем другая история точно так абсолютно похоже смотри украинцы послушай украинцы опять на своей земле опять ваши наемники приезжают убивать и опять они их обвиняют так же как бандеровцев обвиняли и вешали переодевались бандеровцев убивали местное население и потом вешали это на бандеровцы ты скажи пожалуйста почему если бандера убивал украинцев на западной украине почему там в каждом доме висит его портрет просто это называется массовое промывание мозгов а кто и мог промыть в ссср им промывали ты хочешь сказать в ссср наоборот очерняли бандеру и там всегда висели эти портреты бандеры и шухевича это сейчас промывают мозги вам что бандера это герой она там не очевидно вот и сейчас пытайся промыть мозги и рассказать что твой товарищ приехал тут кого-то освобождать от чего ты сейчас уже кураясь он никого-то дня освобождал он приехал своей матери сестры защитить потому что и защитить от кого защитить от кого от снарядов то ли так а из-за чего в ссу приходится стрелять в ту сторону из-за того что там российские наемники а зачем им туда вообще слышал про гиркина ты можешь подвинуться в 6 своим плечом развали что ты спрятался это про гиркина стрелкова слышал которого сейчас становится политиком он там с навальным сейчас проводил конференцию его не слышала навального слышал так а ты про стрелкова узнаешь кто это такое тебе открою это человек который в составе спецгруппы захватывал крымский парламент перед вашим псевдо референдумом рисочка классно в крыму захватывает парламент вооруженные люди депутата в голове представляют пистолет и заставляют устроить референдум вот это то как вы аннексировали крыма но оккупировали по простому этот же стрелков захватывал город славянск это как раз вот там ты говоришь о бомбят славянск и краматорск мариуполь частью эти города уже освобождены и возможно освободили бы все остальное от вашей нечисти если бы россия не вела свои войска вот сейчас как раз была годовщина или будет задачи на иловайского котла из-за чего он случился из-за того что россия прямо россия испугалась от того как быстро украинцы освобождали территорию ты представляешь 100 тысячный славянск освободить краматорск 500 тысячный мариуполь освободили это как-то если иловайский котел называется из-за того что там украинцев защемили именно донбасс поймали правильно там у там уничтожили украинских добровольцев которые освобождали от этой российской нечисти защитили все интересно звучит что получается именно высоту там зажали в клещи в кольцо и оказывается они же защитили на это противоречие не понял твой бред я тебе еще раз говорю россия ввела свои войска из-за этого получился котел бы мне пришло бы с военкомата бы до вас же 140 миллионов не не нужно всем 140 миллионам быть на донбассе ты что прямо такая звезда что прям тебе понадобилось бы туда ехать да я сам бы с удовольствием бы поехал бы да я же не сомневаюсь чтобы этот бред из вашей головы то есть бред о том что тебя там нет да может и ты бы поехал бы нам-то убивать украинцев доказывать что тебя там нету да вот ну ты понимаешь вообще шизофрению происходящую твоей голове напротив свой адрес шизофрению хорошо мне вот просто интересно вот когда были выборы особенно в америке возьмем такие такую шизофрению интересно когда бедную hillary не взяли президенты к но украине бедные они сделали как как она говорится траву в это дело в том что я вообще говорил что сейчас помню как я говорил что с бабой на мне чуде от лучше будет если будет мужик с ним проще договариваться этого первых во вторых я помню истерия которая была в россии и как там жириновский там подымал ну вот наконец-то за трампа трамп наш там все ваши вот эти вот и к нам тут ходили рассказывали до вас тут теперь трамп пришел к украине весной вас уже не будет там все дела в итоге что такое он послушает а он и не нужен военные у них главное что он подписывает и дальше санкции вам вас все больше и больше ниже нагибают к земле потому что вы как-то с колен встали но забыли локти оторвать от земли понимаешь вообще-то эти санкции он в россии наоборот плюсы одни только приносит а ну назови какие плюсы зарплата зарплаты давай давай я перечислю доллар вырос вдвое то есть зарплата твоя уменьшилась фактически в два раза цены выросли вы жрете теперь не пойми что поскольку путин вел сан антисанкции и запретил возить нормальную еду теперь вы жрете эту дрянь которую вас кормят пальмовое масло и прочую херню вот это плюсы а пальмовый ты сидишь подожди ты сидишь подожди вот и рис пальмовое масло а в россии разве у нас пальмовое масло производится у нас пальмы вы закупаете пальмовое масло это дешево то что ты говоришь что санкции ввели мы не можем тогда их окупать на пальмовое понял ты сейчас не понял санкции вел путин вот эти продовольственные тоже вел не запад запад вообще против народа не водил санкции он вел только против путина его окружение и тех кто связан с крымом там работает авиакомпании и остальные а он вел антисанкции он запретил возить там яблоки хороший сыр хорошее мясо пальмовое масло вам разрешено не переживай пальмовое масло соев соя все вся дрянь вам можно ты за это не переживай ну как бы если сравнить например украина и россия у нас полей больше мы выращиваем мясо мясо выращиваете вы на полях частично можно сказать что слушай скажи откуда вас берут берутся инкубационные яйца из которых ты собираешься выращивать мясо инкубационные яйца у нас свои не перебиваю у меня это получается ты просто переворачивает смысл у меня мать с отцом лично занимаются животноводчеством и как личным хозяйством и никакой химии мы не жарим у меня все свое корица с огорода и огурцы и помидоры и мясо и яйца все вы великой стране россии в нефтяной вернулись к собирательству я тебя правильно понял вы скоро будете шишки в лесу собирать это сейчас бред звучит это не бред вы в стране в которой запасы никеля алмазов нефти газа просто огромная территория вы садите огородик чтобы выжить почему у нас помимо прекрасно просто потому что в магазине в магазине такая дрянь что есть нельзя поэтому вы там вот эту несчастную курочку который вы с трудом вырастили его там в ее зарезали всей семьей хоть чтобы попробовать какое куриное мясо заработная плата со своя у меня нет заработной платы живу на пожертвование живешь на пожертвование а я молодой чек 25 лет работаю на обычном заводе российском по производству алюминия подожди алюминия это круто это рус алло там да вот эти компании насколько помню крутые русские алюминия подожди это же ваши которые они же вас не олигархи называются бизнесмены которые живут все в англиях где хозяин вашего завода живет хозяин нашего завода живет в ростовской области а ты что не ренат ахметова звучит и не он и все его сколько за ладно сколько зарплата ты хотел похвастаться 35 тысяч рублей на эти деньги 500 долларов зарплаты ты считаешь это предел мечтаний вообще вы же кричали подожди вы когда нашим лохам секунду секунду вы когда нашим лохам из крыма из донбасса обещали вы же кричали что будет 60 тысяч рублей зарплата это по курсу доллара 30 то есть две тысячи долларов будет а сейчас получается что тебя 500 баксов и равняться на доллар я тебе сейчас легко подожди я легко тебе сейчас так докажу компьютер через который ты со мной общайся он за что куплен я его купил магазине за рубли но его что привезли из китая и купили там за доллары и он как стоил там с 200 300 долларов он и сейчас так стоит 200 300 долларов только раньше тебе надо было пол суммы времен не не политик уберемся угас перестали через них уже трансов говорится северный канал пошел это никуда не пошел слушай подожди вы куда-то перескочили на какую-то тему мы с тобой говорили о том как ты богата живем рубли что компьютер был куплен берем другое сейчас уже курс доллара уже не ведется с теми к с кем мы торгуем с китаем там если посмотреть новые инфляции сейчас идет курс рубля с китайской валютой а какая китайская валюта ну извини меня не такой суммы чтобы знать а ты знаешь что вас и расчеты с китаем идут в долларах уже нет уже да я хоть и не политик не в рублях точно ты понимаешь что так или иначе я тебе скажу в китае юань потому что ты даже не знаешь какая валюта так вот юань жестко связан с долларом ты понимаешь жестко связан с долларом и он никак все равно не привожу не к вашему рублю не не привязан никак вы все равно приходится покупать я я тебе объясню сейчас на простом примере почему вам ну путин вел вот эти санкции на продукты потому что эти продукты они тоже покупаются за доллары и для того чтобы в стране сохранить доллары для то что покупать важные вещи такие как соевое масло вот это пальмовое масло свою там вот эту всю дрянь основное то что нужно для военки там и нужны доллары поэтому обрубили вам воз нормальных продуктов вот и все доллары нужны никто не берет китай вас китай с китаем товароборот знаешь какой китайцы сейчас путин им на 50 лет отдал в аренду пол китая и они оттуда вывозят лес сейчас загуглишь просто мы с тобой договорим и ты забьешь и напишешь путин передал или россия передала в аренду китаю и все эти бегут все расскажет сколько чего сколько гектаров сравнишь с площадью приобретенного крыма который путин типа вернул страну и посмотришь во сколько раз вы площадь больше вам пришлось китаю чтобы китай просто был нейтралитете и вы будете отдавать и дальше и дальше своей территории китай не был нашей территории ни в какие времени не 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 ты сейчас не понял не не ты не понял смотри не не вы понятно китай никогда не был вашей территории но на китайских картах сибирь а там большая часть сибири обозначена на китайских картах школах обозначена как временно утраченной территории. И они эти временно утраченные территории, как только вы ослабнете от санкций, они себе заберут. И вообще-то никогда не было их территориями. Ну ты-то китайцам, когда они придут, ты так и расскажешь. Сейчас как раз учи китайский. Вот они когда придут, а ты им так и скажешь, ай-сюнь-сюнь-хуй-сюнь. Ну если брать историю, типа того. Единственный кусок Сибири, который принадлежал не России, но потом был выкуплен. Это был остров Сахалин. У японцев был отжат. Сначала Сахалин принадлежал Советском Союзе. После войны его японцы забрали. Но в итоге его вернули все-таки. Курильские острова... Что-то какой-то бред вообще ты сейчас рассказываешь, потому что после того, когда пала империалистическая Япония, как раз и делили это все, и Японии никто не отдавал это, насколько я помню. Япония до сих пор, кстати, с вами не подписала договор о мире, если ты не в курсе, после Второй мировой войны. Именно из-за этих Курильских островов, которые вы на самом деле даже не используете. Вот взять Google Maps, открыть и посмотреть японский остров, как он выглядит, застроенный, цивилизованный. Посмотреть вашу эту разруху. Я в Японии не раз был. Ты был в Японии, серьезно? Как тебе в сравнении, послушай, как тебе в сравнении Россия и Япония? Вот я рад, что ты был в Японии. Ну, что сравнить, например... Вот Сахалин, Сахалин и вот ты в Японию поехал. Окей, я дам другую метафору, великолепную. У тебя есть двухкомнатная квартира и есть пятикомнатная квартира. У тебя там 100 рублей. Как будет проще тебе отстроить? Двухкомнатную квартиру на 100 рублей либо пятикомнатную, где будет лучше выглядеть. Нет, так подожди, ты же секунду, секунду, подожди, не горячись. Ты же не живешь одновременно в Сахалине, Находке, Ленинграде, Ростове. Ты живешь конкретно в Сахалине, допустим. И ты в Сахалине, ты вот был же там, да, вот в типовом городе. Вот этом Совдеповской в этой дыре. Я же прекрасно я же знаю, как выглядит Сахалин. Дырища, согласен с тобой. Это разруха Совдеповская. И ты поехал в Японию. Я думаю, если ты реально был в Японии, то ты приехал и ты просто охуел от того, что ты увидел. И учитывая, что японцев, их 130 миллионов, а вас 140 миллионов, приблизительно одно и то же. У японцев нету ни полезных ископаемых, ни вот этих морей, рек, вот этих всех. Люди живут тупо на острове, но живут они в разы лучше, чем вы. Даже не в разы, это, я не знаю, это даже не сравнить просто тебя и типового японца. В данный момент я слышал... Загрустил ты, да? Загрустил сейчас. Нет, я просто... Нет, ты даже не задумался, да? Бедные украинцы, я уже не с первым с тобой разговариваю. Украинцы бедные, у нас идет война, против нас воюет ядерная держава, это все... С нами, наши проблемы понятны. Почему у нас экономики так тяжело? Нас разворовывали, наш президент сбежал к вам, опять же, ваш ставленник. Это все понятно. Нет, к сожалению, хоть и печально говорить это, но ты единственный за все время более или менее адекватный, потому что до этого попадались, там сразу была смерть русам, это Хай Гитлер, Бендеровцы и все остальное. Ты еще более-менее адекватный. Мне просто печально, что из 10 украинцев, которые мне попались в данный момент, что ты единственный еще адекватный. Я просто хочу тебя разочаровать. Мы просто к этим моментам еще не дошли, наша беседа с тобой. Поэтому я хочу тебя расстроить сразу. Отношение к вам такое, какого вы заслуживаете. Вы его заработали просто, поскольку вы страна-агрессор. Ну, ваша страна-агрессор, а вы безвольное стадо, которое позволяет вашему карлику, тирану и вашей вот этой всей, всему этому правительству, которое живет за ваш счет этим, все это творить. Поэтому, если ты ожидаешь какое-то к тебе лояльное отношение, ты зря. Да нет, это просто такой бред собачий. Я даже, у меня слов нет. У меня мой друг сидит, слушает, у него просто исторический смех по этому поводу. Он просто сидит и он не понимает. Это просто подтверждает мои слова. Подтверждает то, что вам промыли мозги, как маленьким детям. Хорошо, в чем промывка? Расскажи мне хоть одну вещь приведет. В чем промывка? Уже все вышеп сказанное. Еще раз вам, ребят, еще раз вам напоминаю. Ну, уже не про лайки, хрен с ними, с лайками. Не ищите там никаких друзей, товарищей. Ну, там есть адекватные. Их несколько. Я тут встречаю, не всех я могу показать. Но основная масса это вот, это друзья Путина. Такие, его, ну, не знаю, те, кто его поддерживает, вот это вот. Они абсолютно, ну, или он притворяется, что он не понимает, или он подыгрывает Путину. И рассказывает все, что вы сейчас слышали. Поэтому нам надо, наконец-то, всем разобраться в том, кто такие россияне сейчас. Что они себя представляют. Распространяйте видео обязательно, показывайте своим знакомым. Если мы вот сейчас этот шанс оторваться от этой России, от теперешней, не используем, нам просто не выжить с ними. Все, всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал Вата Шоу. Всего вам хорошего, удачи.